В Москве 18 часов 7 минут. Киевский тупик. В студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Добрый вечер. Добрый вечер. И Александр Андреев, а на связи со студией по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Начинаем со скандала в ОБСЕ. Там украинские представители вместе с представителями Швеции подписали антироссийский документ, внесли его на рассмотрение. Но, собственно, на обсуждение не пришли. Подробности расскажите, что это за документы, почему они не пришли? По всей видимости, они не пришли по такой простой причине, что сочли, что этот документ, что они поставили подписи под этим документом, это уже означает, что они его поддержали и за него проголосовали. И непосредственно при процедуре личного голосования, когда этот документ обсуждался и принимался, они считали, что поскольку уже все сделано, зачем еще лишний раз там быть? Речь идет там об осуждении действий России, по мнению представителей Украины. Ну, в частности, по ситуации, связанной с Крымой, там речь идет о том, что, по мнению Украины, Россия должна вернуть Крым и прекратить поддержку Донецкой и Луганской республик. В этом суд документа. Является ли этот документ юридически правомощным? Нет, каких-либо юридических последствий он не имеет и, в принципе, иметь не может. И это просто очередная такая пиар-акция, такая декларация своей антироссийской позиции. И не более того, ну, Украина еще раз там в 1100-й, в 1300-й, в 10-1025-й сказала, что она не любит Россию и показала это в публичном пространстве. Вот и вся суть этого документа. То есть, это, в принципе, не более чем дешевый и стандартный пиар. Ростислав Владимирович, какую цель преследовали? Пошуметь как можно громче в очередной раз? Ну, понимаете, в любом случае, если у вас есть какие-то политические проблемы с другим государством, если есть какие-то спорные вопросы, то всегда вы стремитесь к этому привлечь внимание международной общественности. И всегда вы стремитесь каким-то образом продвигать свою позицию. Другое дело, что Украина, это плохо получается, но, кстати, это скорее просто свидетельствует о непрофессионализме дипломатов и о непрофессионализме властей. То есть, ну, это, опять-таки, вот сейчас чемпионат мира, да, по футболу. Все знают, как играть в футбол, да, правила все знают. Значит, ты поймешь, у каждого может попасть, но не все становятся чемпионами мира. И даже не все на чемпионат попадают. Вот так и здесь. Что надо делать, знают все. А как это правильно реализовать, выигрышно для себя, но это не все умеют. Ну, вот украинские дипломаты, украинские власти этого просто не умеют делать. Кстати, я не исключаю, что здесь неявка, да, на голосование. Это связано просто с тем, что украинская делегация могла не отследить формат, в котором принимался документ. Потому что дело в том, что в ОБСЕ существует много форматов, в том числе и формат принятия по умолчанию. То есть, вы подаете документ, и если там в течение определенного периода, там сутки, двое, трое, значит, никто против него не возразил, он считается принятым. Никакого голосования вообще не происходит, да. Вполне возможно, что украинская сторона и пыталась в таком виде, значит, продвинуть этот документ. И поэтому это, собственно, и не явилось. Потому что считалось, что он просто будет принят по умолчанию. Я не утверждаю, но предполагаю, потому что там много форматов, они вполне могли либо не точно отследить, в каком формате они его подали, либо попытаться его тихонечко, так сказать, продвинуть, считая, что, допустим, Россия об этом не узнает и не опротестует. Значит, а потом выяснилось, что надо-таки приходить и голосовать, но об этом уже не знала Украина. Такое тоже вполне могло быть, но это, опять-таки, свидетельствует о непрофессионализме дипломатов, которые не отслеживали судьбу документа на всем, так сказать, продолжении, на всем протяжении его принятия. 75 лет назад вооруженные подразделения украинских националистов атаковали больше 100 населенных пунктов, в которых жили поляки, и этот день считается апогеем волынской резни, именно 11 июля 1943 года. Владимир, скажите, как сейчас официальный Киев к этому событию относится, ну и как относятся к нему жители Украины? Если говорить об отношении официального Киева, то он всячески пытается замолчивать эту проблему. Вот если просто просмотреть информационное пространство Украины, то о этом трагическом для поляков дне просто нет вообще никаких упоминаний. То есть, как бы проблемы не существует, и Киев старается об этом не говорить, и это совершенно понятно почему. Из бандеровцев делают героев, хотя на самом деле они были просто палачами и грабителями, и, естественно, волынская резня никак не вписывается в имидж якобы героев, и поэтому замалчивают. Замалчивают, значит, также и то, что стараются замолчать то, что Андрей Дуда, например, президент Польши во время недавнего визита, прямым текстом называл это геноцидом, и прямым текстом возложил ответственность за волынскую резню на организацию украинских националистов и украинскую повстанческую армию. По его словам, руководство ООН приняло это решение, а украинская повстанческая армия осуществила его на практике, и, как он сказал, к сожалению, успешно. То есть, эту тему стараются обходить молчанием. Если что-то и говорят на эту тему, то как-то пытаются сказать, ну вот это были же взаимные акции, вот поляки тоже что-то там делали против этнических украинцев, поэтому надо как-то относиться к этому примирительно, стараться об этом забыть. Но, в принципе, я не думаю, что поляки это забудут, потому что это практически то же самое, что предложить евреям примириться с СССР и с Гитлером. Потом Германия для того, чтобы достичь примирения с евреями, должна была осудить нацизм, откасаться от него и преследовать нацизм на всех формах. На Украине же пытаются, с одной стороны, героизировать бандеровцев, которые были местными национал-социалистами, а они официально исповедовали идеологию национал-социализма, это не является секретом, и в то же время как-то не поссориться с соседями, против которых осуществляли свои зверские эксцессы бандеровцы. Зачем это делается, и какими вообще могут быть в ближайшее время официальные отношения Польши и Украины? Можно ли ожидать, что они смягчатся в этом вопросе? Делается это, понятное дело, не от большого ума. Понятно, опять-таки, что отношения будут только ухудшаться. Это, в общем-то, даже видно по динамике развития и отношений двусторонних, и вообще польской позиции в данном вопросе, потому что некоторое время поляки склонны были выносить эту тему за скобки, но в том числе и потому, что ее не особо педалировали на Украине. Но с установлением на Украине радикально-националистического режима вдруг выяснилось, что волынская резня – это чуть ли не подвиг украинских националистов. Значит, естественно, для поляков такие трактовки неприемлемы, тем более, когда стали превозносить в качестве героев именно убийц польского мирного населения, потому что среди жертв УПА больше всего как раз поляков, даже не советских людей, не граждан УССР, а именно поляков. Потому что они оказались самыми беззащитными и под руку подвернулись. И слишком много их было тогда на западной Украине, удобно убивать было. Поэтому, естественно, поляки будут реагировать чем дальше, тем жестче. Почему я говорю, что это не от большого ума? Потому что, в принципе, сама концепция, с которой Украина подходит к волынской резне, она начисто опровергает украинскую же концепцию участия УПА во Второй мировой войне. Потому что с точки зрения официального Киева во Второй мировой войне украинская повстанческая армия воевала одновременно против двух тоталитарных режимов. Против германского и против советского. Они так и говорят, что УПА воевала против Гитлера и против Сталина. Но если она воевала против Гитлера и против Сталина, то в таком случае, по крайней мере, Соединенные Штаты и Великобритания очевидно были ее союзниками. Потому что против них же она не воевала, они воевали против Гитлера. А польское мигрантское правительство являлось союзником Соединенных Штатов и Великобритании. И, кстати, тоже его вооруженные силы, армия Краева, воевали, реально воевали и против Гитлера, и против Сталина. То есть, если против Советского Союза были отдельные эксцессы, но, тем не менее, были зафиксированы вооруженные столкновения армии Краевой как с советскими партизанами, так и с регулярными частями Красной Армии, когда они вступали в Польшу. Соответственно, уж Польша тогда, которая реально воевала хоть чуть-чуть, но на два фронта, должна была быть, по идее, для УПА тогда естественным союзником. Но при этом мы сталкиваемся с трактовкой украинскими историками Волынской резни, чуть ли не как такой микровойны украинско-польской на данной территории. То есть, они говорят, ну, видите ли, здесь просто были столкновения отрядов армии Краевой с отрядами УПА, а поскольку и те, и другие базировались на местные сёла, одни на польские, другие на украинские, то, соответственно, и одни, и другие проводили акции против мест базирования своих оппонентов, но вот заодно страдало таким образом и мирное население. То есть, получается, что украинская обстановческая армия, которая якобы вела войну на два фронта, ни с того ни с сего начала войну с армией Краевой, которая тоже вела войну на те же самые два фронта. Логика напрочь отсутствует. Поэтому, получается, что они сами же для себя создают реальные сегодняшние политические проблемы, и они сами же опровергают свою собственную трактовку истории Второй мировой войны, и главное, что непонятно ради чего. То есть, ради Бандера и Шухевича, которые, их можно сколько угодно назначать героями Украины, но понятно, что для всего основного цивилизованного мира они никогда героями не будут. То есть, на это в течение какого-то времени могут закрывать глаза, как, например, Европейский Союз, который три года на голубом глазу утверждал, что на Украине нацизма нету, а потом стал потихоньку прозревать, в том числе и с подачи Польши, кстати. Но реально добиться их героизации в рамках, ну, даже не всей планеты, хотя бы Европы, то есть, признать их такими же полноправными участниками Второй мировой, как, допустим, Деголь или французское сопротивление, у них всё равно не получится. Это нереально абсолютно. Тем более, что эти люди там же на Западе прятались, прятались именно как военные преступники, значит, и масса государств, не только Советский Союз, но и Югославия, и Польша требовали их выдачи в своё время, и многие из них не были выданы просто потому, что хоть успели умереть своей смертью. Вот, то есть, логика действия в данном случае отсутствует напрочь. Это свидетельствует о том, просто что вот эти вот радикальные националистические настроения, с которыми украинская власть, украинский правящий эстеблишмент заигрывал, пытаясь сделать их своим политическим инструментом, они дошли до такого уровня на Украине, что теперь уже радикальные националисты используют украинский политический эстеблишмент для реализации своих политических установок вопреки даже интересам и украинского государства, и украинской элиты, и украинского народа. Потому что получается, что из-за нескольких десятков тысяч маргиналов, которые до сих пор нам считают Мандеру и Шухевича героями, значит, их героизируют УПА, из-за них сегодня политические проблемы, имиджевые проблемы возникают у всего украинского государства, у всего украинского народа, и в том числе и украинской элиты. То есть, понимаете, если в 1943 году поляки сталкивались с бандеровцами, и это был конфликт именно польско-бандеровский, в который была втянута только радикальная часть западной Украины, то сегодня усилиями украинских националистов и усилиями украинских властей этот конфликт превратился в польско-украинский. То есть, теперь это уже ответственность за это несет все украинское государство, соответственно, весь украинский народ, потому что они солидаризовались с этими людьми. 75 лет назад были совершены преступления, вместо того, чтобы их сегодня спокойно осудить, значит, украинские власти с ними солидаризовались и приняли таким образом на себя ответственность за эти преступления. А что мешает просто осудить эти преступления и сказать, что это не наше, мы к этому не причастны? Во-первых, у них нет другой идеологии государственного строительства. Ну, нельзя же объявить, что украинское государство надо для того, чтобы Порошенко мог хорошо и спокойно воровать. Или Тимошенко, неважно кто. Поэтому они пытались использовать националистов именно как идейной базис создания украинского государства. А после того, как они этот вот национализм, радикальный национализм, накачали, надули до генерических размеров, и, по сути дела, привели к власти на Украине, по сути дела, сделали единственной реальной политической силой, ведь все остальные или запрещены, или загнаны в полуподполье, или в любом случае не могут победить на выборах, потому что кто же им даст, даже если за них проголосуют. Вот после того, как они это всё надули до этих генерических размеров, они попали в зависимость от радикальных националистов. Они сами, организуя переворот в 2014 году и опираясь, разлагая государственные структуры, опираясь на радикальных националистов, на нацистов, как на единственную силовую опору, они их, по сути дела, они, по сути дела, поставили под их контроль всё государство украинское. И теперь уже им очень сложно выступить против идей, которые вот эта вот их силовая опора разделяет. Они боятся, что в таком случае самые националисты могут повернуть оружие против нынешних руководителей. И правильно боятся, потому что так как они там друг друга ненавидят, постоянно борются за власть. Стоит Порошенко осудить волынскую резню, Тимошенко тут же скажет, что он агент Кремля. Стоит Тимошенко осудить волынскую резню, Порошенко скажет, что она агент Кремля и попытается отравить националистов на неё. То есть, продолжая играть с вот этим националистическим отребием, пытаясь использовать его в своих интересах, они всё больше и больше попадают в зависимость от него. Ещё одна тема. Сегодня акции протеста в Киеве. В общей сложности, по тем данным, которые у нас есть, может быть, Владимир нас сейчас поправит, в них принимают участие около пяти тысяч человек. Владимир, расскажите, пожалуйста, кто и против чего протестует. Сегодня перед зданием Кабинета Министров проходили сразу две манифестации. Одну манифестацию проводили сотрудники компании «Днепрозод», которая прекратила свою работу 15 июня. И, как заявил Сергей Сидоров, глава правления этой компании, из-за политики властей, приведший к необоснованному повышению стоимости газа для промышленных предприятий, что делает нерентабельной и невозможной работой украинских предприятий. Они говорили о том, что из-за закрытия «Днепрозода» фактически целый город остается без работы, потому что это так называемое градообразующее предприятие, там занято 23 тысячи человек, и что вся страна оказывается перед угрозой лишиться воды. Потому что «Днепрозод», вы как раз вчера об этом говорили, является монополистом по производству жидкого хлора, который используется для обеззараживания питьевой вообще той воды, которая подается во все города Украины. Это была одна манифестация. Вторую манифестацию проводили владельцы автомобилей, которые завезены из Европейского Союза в последнее время, и которые ездят на европейских номерах, и на Украине их сейчас называют «евробляхи». Они возмущены тем, что от них требуют провести растаможку этих машин и заплатить огромную пошлину за эту растаможку. Дело в том, что после открытия границы с Европейским Союзом, в том числе и экономическим, граждане Украины массово начали выезжать за границу и по дешевке покупать там машины бывшего употребления. Они там стоят несколько раз дешевле, чем на Украине. Но когда они приехали, от них начали требовать растаможку, и оказалось, что это абсолютно нерентабельно, то есть не было никакого смысла ехать в Европу. Им угрожают огромными штрафами, конфискациями машин. Они возмущаются и требуют, чтобы с них не брали пошлину. А таких машин действительно огромное множество. Я вот когда сейчас езжу по улицам Киева, ну, практически каждые несколько минут во время поездки по любой киевской улице я встречаю как минимум одну машину на евробляхах. То есть эта проблема очень острая, потому что таких владельцев даже уже не десятки, а сотни тысяч, и они не хотят платить, а государство требует, чтобы они заплатили пошлину. В этом суть конфликта. Ростислав Владимирович, добьются чего-нибудь участники сегодняшних акций протеста? Думаю, что нет, потому что если уж они добьются своего, то в таком случае украинское государство даже распускать не надо, оно в таком случае само распустилось, можно считать. Потому что вы понимаете, что в принципе в России тоже существуют пошлины на автомобиле. Они ниже, чем на Украине, но не существуют. И тоже можно выехать за границу, купить там автомобиль подешевле, приехать на иностранных номерах, продолжать ездить, а потом начать требовать от правительства, чтобы оно все это легализовало. Потому что за что я должен лишние деньги платить, правда? Но в любом нормальном государстве, во-первых, для большей части народа народа, вот эта вот наценка из-за пошлины не настолько принципиальна, потому что все-таки народ более или менее нормально, зажиточно живет. Но в Украине, кстати, тоже еще 5 лет назад не было вопросом у кого-то там сугубого принципа. Во-вторых, в общем-то, люди понимают, что если подходить к делу таким образом, то, скажем, в таком случае десятки заводов автомобильных, которые сейчас работают в России, закроются. Народ потеряет работу. И, соответственно, в результате... Да, это вызовет соответствующую цепочку, потому что закроются заводы, значит, они не будут покупать металл и так далее. Значит, это вызовет соответствующую цепочку падения производства. В результате лучше никому не станет. То есть, народ просто обнищает. На Украине обнищание случилось уже. Причем случилось именно по вине правительства, которое проводило такую, в кавычках, разумную экономическую политику и внешнюю политику. Значит, народ стал искать выход. То есть, ездить хочется, тем более, что, опять-таки, на Украине общественный транспорт работает не так, как в России, тем более в Киеве он работает не так, как в Москве. То есть, там, где он еще хоть как-то работает. Значит, соответственно, зачастую, самое на Украине, как в Соединенных Штатах. Без машины ты просто не попадешь никуда. Значит, соответственно, для многих, многим людям автомобиль просто нужен. Даже для того, чтобы просто работать. Соответственно, они пытаются как-то выходить из положения. Выходить из положения, нарушая закон. Значит, почему такие требования выдвигаются наглые? То есть, я нарушаю закон, но вы, пожалуйста, мне это все легализуйте. Да потому что население, видишь, закон нарушается ежедневно, ежечасно и всеми подряд. И если можно незаконно приводить Порошенко к власти в качестве президента, а после этого он может совершенно незаконно обогащаться, набивая себе карманы, значит, и не только он. То почему, собственно, простой маленький украинец не может хотя бы немножко незаконно приобрести подешевле автомобиль? То есть, это такая примерно логика размышлений. Значит, и поэтому они выходят с этими требованиями. То есть, они говорят, ребята, мы же такие же, как вы, да? Ну, вы украли много, дайте нам украсть хотя бы что-то. Но, я говорю, с другой стороны, правительство в данной ситуации, ну, нормальное правительство, не может уступить, потому что если по требованию желающих отменять пошлины на автомобиле, то потом можно по требованию желающих отменить налоги вообще, там, и так далее. То есть, в таком случае, с учётом, опять-таки, обнищания, с учётом того, что самые разные группы населения хотели бы, да? Там, и коммунальные услуги не платить, и за транспорт не платить, и вообще ничего не платить. Можно вызвать просто обвал вот таких вот этих требований, обвал манифестаций с требованиями. Разрешите, 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 значит, не платить, не платить, не платить, отмените одно, второе, третье. В студии Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, на связи со студией по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Мы прервёмся на новости, потом продолжим. Киевский тупик. 18.34 в Москве. В студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и Александр Андреев. На связи со студией по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Киеву необходимо отказаться от минских соглашений нормадского формата, усилить армию и договариваться о прекращении войны в Донбассе на основе Мудапештского меморандума от 1994 года. Об этом заявила Юлия Тимошенко. Владимир, можно ли считать это заявление программным? Да, безусловно. Тимошенко, в принципе, и раньше делала подобное заявление, причём уже давным-давно. Можно вспомнить, что ещё в 2004 году она заявила, что Донбасс нужно окружить колючей проволокой и разбомбить. У неё есть... То есть она всегда поздравила такую позицию, и сейчас нет никаких оснований предполагать, что она её изменит. Фактически Юлия Тимошенко, которая сейчас идёт, уже открыто идёт кандидатом в президенты, имея наивысший рейтинг популярности, тем самым заявляет о своей будущей программе президентства. И следует отметить, что Юлии Тимошенко, по большому счёту, в общем-то, выбирать нечего. Она не может занять другую позицию, нежели откровенно прозападная и агрессивная по отношению к России, потому что, ну как бы это сказать, я высказываю это в качестве предположения, это версия. Так вот, она была близким партнёром Павла Лазаренко, который выехал в Соединённые... В ней было выдав Соединённым Штатам, и там был привлечён к уголовной ответственности за отмывание денег. И, как я понимаю, Павел Лазаренко, за то, что ему в значительной мере облегчили доказания, сдал всех своих партнёров, в том числе, можно предположить, Юлию Тимошенко. И поскольку Соединённые Штаты ещё с середины 90-х годов, с конца 90-х годов располагают компроматом на Тимошенко, естественно, она для них очень удобная политика, она не сделает ничего, иначе на неё просто выбросят весь этот компромат под делу Лазаренко, а там этого компромата, ох, как много. Александр? Ростислав Владимирович, правда, она не может ничего больше сказать, и будет ли она делать то, что сейчас обещает, если её выберут президентом? Дело в том, что, как обычно, невозможно понять, что, собственно, обещает Тимошенко. Потому что то, что она сказала, отказаться от Минских соглашений, договариваться на основе Будапештского меморандума 1994 года, но это всё равно, что мы сейчас скажем, что России необходимо отказаться от Минских соглашений и договариваться на основе лишений Венского конгресса 1815 года. То есть, каким образом, какие лишения, куда применять, вообще непонятно. В Будапештском меморандуме 1994 года ничего не сказано ни о Донбассе, ни о гражданской войне на Украине. В Украине только обещано, что в обмен на ядерное разоружение соответствующие страны, подписавшие этот меморандум, будут уважать её территориальную целостность. Как Тимошенко собирается использовать Будапештский меморандум, тайна себя велика есть, потому что этот документ никого ни к чему не обязывает, во-первых, а во-вторых, всё, что там сказано и написано, это крайне расплывчато и не имеет никакого отношения к ситуации в Донбассе. Поэтому, как мне представляется, Тимошенко просто пытается сегодня, не зная, как сложится ситуация послезавтра, как ей придётся маневрировать, с кем договариваться, она пытается оставить себе руки развязанными. То есть, на основе Будапештского меморандума можно договариваться о том, чтобы признать Донбасс независимым. На основе Будапештского меморандума можно договариваться о том, чтобы Донбасс вернулся на Украину. На основе Будапештского меморандума можно договариваться вообще о чём угодно, даже о ликвидации Украины, тоже можно договариваться на основе Будапештского меморандума. Значит, там никаких предначертаний в нём, самое, нету. Поэтому, с моей точки зрения, Абсолют Тимошенко знает, что большая часть населения Украины, а по последним социологическим данным, это порядка 74%, считают нынешний радикально-аналитический курс неправильным. Правда, непонятно, о кое они считают правильным, но, по крайней мере, действующий неправильный. Значит, его каким-то образом надо менять. Значит, по поводу того, каким образом менять, там уже единственного мнения нет абсолютно, потому что там где-то треть выступает за вступление в НАТО, четверть против вступления в НАТО, остальные вообще не знают, что там им делать. Ну, тем более от того, что украинцы выступают за или против вступления в НАТО, от этого НАТО вообще не холодно, не жарко, никто никого никуда не собирается принимать. Непонятно, какие будут отношения не только у Украины с Западом, но непонятно, какие будут отношения внутри Запада, потому что сейчас там у Трампа серьезные противоречия с Европейским союзом, и, судя по всему, он их планирует только углублять. Непонятно, какую позицию займут США в глобальном плане. То ли они будут дальше идти по пути самоизоляции, то ли они вернутся к активной и агрессивной внешней политике. Сейчас много чего непонятного. Поэтому любому политику, который собирается играть через полгода, через семь месяцев, ему лучше не давать конкретных обещаний, с одной стороны. Но с другой стороны, сейчас для того, чтобы собирать голоса, конкретные обещания давать надо. И надо давать их так, чтобы самые разные социальные группы, в том числе и диаметрально противоположно глядящие на перспективы внешней, перспективы внутренней политики, чтобы они считали, что эти обещания даны лично им. И вот Тимошенко формулирует свои обещания таким образом, чтобы сторонники мира считали, что она выступает за мир, сторонники войны считали, что она выступает за войну, сторонники самостоятельности Донбасса считали, что она выступает за самостоятельный Донбасс, сторонники унитарной Украины считали, что она выступает за унитарную Украину. А самое главное, чтобы действительно через полгода или год можно было эти свои сегодняшние обещания развернуть любым способом сказать, ну так я же тогда ещё обещала именно вот таким образом действовать. Поэтому, я говорю, она может ссылаться на Будапештский меморандум, на решение Венского конгресса, на договор князя Игоря с Византией. Здесь пространство для манёвра огромное. Сложная она противник для Порошенко или для Порошенко сейчас все противники сложные? Я думаю, что для Порошенко сейчас всё очень просто. Ему надо о душе думать. Потому что сохранить власть для него практически нереально. В том числе уже и силовым путём. То есть даже об этом надо было задумываться уже раньше. Сейчас надо думать о том, как её тихонечко, эту власть отдать, и куда уехать, чтобы потом как минимум не посадили. Я, правда, пока что так смотрю, что Пётр Алексеевич всё ещё пытается барахтаться. И очевидно, что его окружение, его советники, которые совершенно очевидно планируют заработать на выборах, и заработать неплохо, подожки и бюджеты будут выделены. Значит, они его стимулируют к тому, чтобы продолжать бороться за власть, и честно обещают ему, что он сможет эту власть сохранить. Но, тем не менее, после того, по крайней мере, как Аваков открыто практически перешёл на сторону Тимошенко, у Порошенко никаких шансов нет. До тех пор, пока Аваков сохранял нейтралитет, Порошенко имел перед Тимошенко даже определённые преимущества. С тех пор, как Аваков стал поддерживать Тимошенко, у Петра Алексея, все шансы Петра Алексеевича свелись к нулю, потому что любые силовые дёргания Аваков спокойно подавит при помощи сил МВД и Национальной гвардии. И любое голосование Аваков спокойно организует, потому что именно силы МВД и Национальной гвардии будут контролировать избирательные участки. А там, где не будут контролировать они, там будут контролировать опять-таки нацистские батальоны, которые тоже курируют в значительной степени Аваков. Вот, поэтому вариантов у него особых нет. А Тимошенко, в том-то, собственно, и проблема Тимошенко, что она сильный противник не только для Порошенко, она сильный противник для кого угодно. Не просто сильный, она опасный противник. Потому что на Украине все политики и весь олигархат прекрасно знают, что Юлия Владимировна, прорвавшаяся к власти, это хуже, чем Пётр Алексеевич, Леонид Данилович, Виктор Фёдорович и Виктор Андреевич вместе взятые. Это человек, который не имеет никаких ограничений абсолютно. И это человек мстительный, и самое главное, которому есть за что мстить многим. Ну, а по части перераспределения в свою пользу чужой собственности, Юлия Владимировна тоже сто очков вперёд даст и Петру Алексеевичу, и Виктору Фёдоровичу. Значит, поэтому её тоже откровенно боятся. И поэтому для Тимошенко мало победить Порошенко. Она сейчас не эту задачу решает. Порошенко, ей практически побеждён. Теперь вопрос заключается в том, чтобы после того, как Порошенко уйдёт, власть таки попала в руки Тимошенко и там сохранилась. Потому что путём выборов Тимошенко не может победить в первом туре. А если она не может победить в первом туре, то после того, как становится понятно, что во второй не попал Порошенко, во втором туре может произойти общенациональное олигархическое объединение против Тимошенко. И они её могут во втором туре совершенно спокойно погасить, опять-таки вне зависимости от того, как проголосовал народ. Более того, во втором туре и Аваков может найти уже, так сказать, кандидата для него более подходящего. Потому что я думаю, что он тоже не до такой степени дурак, чтобы не понимать, что Юлия Владимировна, пришедшая к власти, несмотря на все его услуги, помножит его на ноль в течение первых же полугода. Мы сейчас прервёмся на рассказ о погоде, после него продолжим. Киевский тупик. 1848 в Москве. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Я Александр Андреев в студии, на связи со студией по телефону. Наш киевский корреспондент Владимир Синельников. И, Владимир, ну прежде всего, как вы считаете, Порошенко действительно не осознаёт, что у него практически нет шансов на победу на президентских выборах. И, собственно, к этому вопросу. Написал он статью для Financial Times. И в ней пишет о том, что нынешняя неделя очень важна для Украины, потому что и саммит Украины-ЕС, и саммит НАТО. Какие вопросы будут решаться, связанные с Украиной на этих саммитах, что они так важны для Украины? Если говорить о том, действительно ли Порошенко верит в то, что он может быть переизбран, да. У меня такое впечатление, что он уже давно потерял чувство реальности. И он, я думаю, не отдаёт себе отчёта в том, что происходит в стране, и что о нём реально думают люди, и о том реальном политическом раскладе. В принципе, Порошенко человек не очень умный, но хитрый. Вот есть такой типаж неумный, но хитрый. Вот он как раз такой. Поэтому с точки зрения аналитики он всегда был слабым. И следует учесть тот факт, что Порошенко президентом стал случайно. Его никто не рассматривал как серьёзную политическую фигуру. Ну, вот так получилось, что Янукович фактически сдал власть. Все остальные ведущие политики оказались в той или иной мере замазаны в Майдане, который, кстати, был непопулярен. А Порошенко появился в данный момент. Если, кстати, почитать его предвыборную программу, то у него абсолютно вменяемая программа, очень нейтральная, очень позитивная. Он обещал и уважение к правам русскоязычных граждан, и быстрое завершение антитеррористической операции. Я напомню, что когда он баллотировал свой президент, он не говорил о войне с Россией. Он говорил об антитеррористической операции, экономическое процветание и так далее, и тому подобное. То есть он вбросил для народа вменяемую программу. Народ проголосовал, потому что хотел мира и покоя. И он так случайно стал президентом. Абсолютно к этому не имея ни малейших задатков. Поэтому, я думаю, Порошенко реально не отдает себе отчёт о том, что происходит, и действительно готов баллотироваться. Вы знаете, я просто иногда наблюдаю видео с Порошенко. И вот как-то была его поездка в один из городов Украины, и там его встречала массовка заранее подготовленная. Они говорили ему, как они его любят. И я смотрел на расплывающееся от счастья лицо Порошенко. И у меня сложилось впечатление, что Порошенко искренне верит, что его действительно любят. Это не специально подобранная к нему массовка. То есть он вёл себя так, будто он действительно в великие политики, великое счастье для Украины. Поэтому, я думаю, он будет баллотироваться, просто не понимая того, что у него нет ни малейших шансов. Если говорить о предстоящих переговорах во время саммитов НАТО и Европейского Союза, они ничего Украине не дадут. Порошенко ещё раз поговорит о великих перспективах Украины, о том, что Украина должна стать членом НАТО и Европейского Союза, о том, что Украина – это сейчас восточный вал, который защищает Европу от России, и Европа должна это понять и сделать какие-то там выводы для Украины и так далее, и тому подобное. Конкретики никакой не будет, не будет никаких новых актов политической поддержки, не будет каких-то новых кредитов. То есть это будет порожняк. Почему он говорит о том, что это большое событие? Да просто потому, а ему же нужно что-то сказать. Он же не может сказать, я просто так проедусь в Европу, за счёт бюджета, так нечего делать. Просто там о чём-нибудь поговорю, а потом вернусь, и всё. Он должен сделать вид, что это великое событие. Поэтому никаких прорывов не следует и близко ожидать в отношениях Украины с Европейским Союзом и НАТО. Ну, а Порошенко просто ведёт себя в данном случае достаточно смешно, как человек, абсолютно потерявший чуто реальности. Александр? Ростислав Владимирович, Вы согласны с тем, что никаких решений важных для Украины на этой неделе принято не будет, и это просто хорошая мина по плохой игре и желание что-то сказать, потому что что-то говорить нужно? Я говорю, что не только на этой неделе, но и через месяц, и через полгода никаких решений важных для Украины ни в рамках ЕС, ни в рамках НАТО принято не будет. Более того, вся эта история вообще напоминает День сурка, потому что из года в год, из месяца в месяц, из недели в неделю, изо дня в день украинские политики в своих выступлениях говорят, что этот день, эта неделя, этот месяц, этот год важнейший для Украины, потому что пройдут там такие-то саммиты НАТО, такие-то встречи в рамках Европейского Союза, такие-то учения совместные, там ещё что-то. И с года в год ничего не меняется. И, в общем-то, это уже настолько приелось даже записным украинским подлётам, что стало просто игнорироваться даже на Украине. То есть, по большому счёту, сейчас в мейнстрим, да, в украинской политике входят две точки зрения основные. С Европой не получилось, надо что-то менять. Что пока непонятно, но что-то надо менять, возможно, даже как-то вновь подружиться с Россией. Это один вариант. И второй вариант, который проповедуется радикальными националистами, не очень-то и хотелось в эту Европу. А у нас вокруг все враги, надо просто замкнуться в своих границах, создавать автортичное национальное государство. То есть, для, в общем-то, большинства активных политических сил на Украине очевидно, что весь вот этот поход в НАТО и в Европейский Союз, он просто провалился. И я просто ещё раз могу подчеркнуть, да, что здесь проблема непрофессионализма не только политиков, но и экспертного непрофессионализма, чиновничьего непрофессионализма профильного. Потому что, в конце концов, политик не обязан знать всё. Политик обязан нравиться населению. А мысли ему в голову должны вкладывать профессионалы. И если он сам не умеет, то и речи за него должны писать профессионалы. И понятно, что в статье «Фанал Таймс» Порошенко не сам на компьютере набирал. А ему её написали его пиарщики, помощники, советники и так далее. И это свидетельство крайне низкого уровня именно его обслуживающего персонала. Потому что они с теми же идеями, которые уже полностью дискредитированы, которые продемонстрировали свою полную непригодность на протяжении уже ни года, ни двух, а десятков лет, они опять с ними же вышли, опять в который раз. Создали ту же самую идейную конструкцию. И вы видите, как всё важно, потому что на этой неделе пройдут где-то там заседания НАТО и ЕС. А вот если вдуматься в то, что сказано, Украина не член НАТО, Украина не член ЕС. Значит, и получается, что... Да, и при этом тут же написано, что без Украины же ничего никогда нигде не решается. По крайней мере, в том, что касается Украины. Так вот, подчёркиваю, что ничего без Украины не решается. В то же время в статье Порошенко указывается, что там соберутся какие-то там 20 стран, да, или 25, и без Украины решат что-то такое важное для Украины. Значит, ну, извините, это свидетельствует о месте Украины в мировой табеле о рангах, потому что если без вас решают что-то для вас важное, а вы сидите и даже не знаете, что решат, ну, такая страна. Спасибо. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко был в студии, а на связи со студией по телефону Владимир Синельников. Киевский тупик.